Продолжение следует... Рад это слышать. Наконец-то венец моей инженерной мысли вскоре будет завершён. Что за деталь? Форсированный композитный двигатель. Такие устанавливаются на наши подлодки, и достать такой было очень сложно. Поставка запланирована на сегодня. Тогда я останусь ещё ненадолго. Хочу лично увидеть первый запуск. А вот, собственно, и сам завод. Осталось дело за малым. Опаньки! А завод-то не заброшен. Внутри полно рабочих. А вот собственный двигатель для нашего монстра. И какова его максимальная мощность? Десять тысяч лошадей. Пока они все двинулись наружу, попытаюсь проникнуть внутрь и разведать что там. Вот я и внутри. Попробую разведать, что к чему. Похоже, не все рабочие покинули завод. Повезло, что моя броня смахивает на их камуфляж. Чем же они тут занимаются? Ух ты! Это что ещё за чертовщина? Посмотрим, что тут у нас. Сверхпрочная ходовая. Вес у этой игрушки совсем не маленький. Ах так! Похоже, это гордость рейха. Вернулись! Пора убираться куда подальше. Вот и всё, профессор Шварц. Двигатель установлен. И проект готов к запуску. Вы готовы его увидеть? До этого я видел его лишь на чертежах. Конечно, готов. Три, четыре. Ну, здравствуй, Артус. Посчастливилось же мне вовремя обнаружить их разработку. Осталось доложить профессору, что завод не удалось захватить. О, чёрт! И что же мне делать? Начинайте выгрузку боеприпасов. Профессор Шварц приказал закончить все работы сегодня. Телега слишком тяжёлая. Возможно, они ничего не заподозрят. Боец, ты как раз кстати. Помоги инженерам отбуксировать груз. Боец, это приказ. Это советский разведчик. Ловко я их обвёл вокруг пальца. Что стряслось? Я задал вопрос, солдаты. Боевая тревога, профессор. Советы проникли на завод. Живо заряжайте боекомплект Артуса. Испытаем его в бою. Вот же неудача. Всё-таки они не отцепились. Нужно постараться удрать. Стоять! Наводись на упереждение. Браг бежит с поля боя. Пристрелочный выстрел, огонь! Они используют того монстра против меня. Нужно маневрировать, если хочу уцелеть. Наводись! Полный залп изо всех орудий. Три, четыре. Это прям ураган какой-то. Нужно предупредить войска об опасности. Вермахт опять вступает в противостояние. Отличная работа. Приготовьте топливо. Для Артуса будет боевая задача. Пристрелку орудий он уже прошёл. Они у меня на хвосте. Они у меня на хвосте. Необходимо предупредить блокост. Солдаты! Эти позиции нужно в срочном порядке покинуть. Иначе нам не уцелеть. Что за ересь ты несёшь, КВ-6? Мы защищали эти позиции уже много раз. Такого противника вы ещё не видели. Ничего страшного. Парни усилят позиции мешками с песком. Плюс нам поможешь ты. Враги не пройдут, я уверен. У вражеского танка четыре ствола по тысяче миллиметров каждый. Думаю, это будет бесполезно. Понял. В какую сторону будем отступать? Прежде свяжитесь со штабом. И запросите подмогу. Отступать бесконечно мы не сможем. Ратте, ты хорошо поработал и раздобыл алмазы. Но времени на отдых нету. Я внимательно слушаю приказ. Твой дуб КВ-6 в беде. И запросил подмогу. Нет никого более подходящего для этого задания, нежели ты. Сделаю всё возможное и невозможное. Бойцы, нет времени на приветствие. Начинаем укрепление позиции. Наша задача продержаться до прихода подкрепления. Твоя задача, Артус. Пробить брешь в обороне врага. Наши войска должны взять их главный штаб. И помни, что эффекта внезапности не будет. Разведчик уже гарантированно всё доложил штабу. Аббалка, Артус. Продолжение следует... Да! Редактор субтитров. Сдаваться рано, брат. Мы еще поборемся и окажем сопротивлением. Рад ты, братишка, это ты. Дадим этому пухляшу по зубам. Посмотрим из какого ты теста. Рад ты, братишка, это ты. Тяжелый у тебя удар, но и броня наша не совсем обычная, дружок. Уже не такой смелый и сражаться на равные. Вот ты и сдулся, боец. Пора его добивать. Ты использовал свой шанс, малыш. Пора гасить свет. Да уж, недолго музыка играла. Рад ты, ты спас мне жизнь. Спасибо тебе. Кто это был? Впервые вижу такую конструкцию. Я сам до конца не понял. Мощи у него хоть отбавляй. За ним отправят поисковую группу. Нужно утащить его куда подальше. Сильно сомневаюсь, что мы сдвинем этого пельмени с места, братишка. Раз уж ты настаиваешь, тогда давай попробуем. Навались. Да уж, сами мы не справимся. Нужно дождаться прибытия союзников. Боюсь, у нас нету на это времени. Скоро здесь будут все войска вермахта. У тебя есть другая идея? Рагер всегда меня выручал в сложных ситуациях. Подмогу вызывали? Отличные у тебя знакомые, КВ-6. Может ты еще дизеля для нас прихватил, страж? Закрой поддувал, Аратте. Я все еще не забыл, кем ты был в прошлой жизни. Умолкните оба. Нужно тащить этого бугая на завод. Профессор Шварц, мы все провалили. С Артусом случилось что-то? Я так и думал, что ходовую нужно было больше усилить. Это ведь ходовая подвела? Да, ходовая. А еще... Еще ему проломили башню советы. И похоже собираются его тащить на свой завод. Как такое возможно? Артус-венец моей инженерной мысли был потерян в первой же схватке? Но советы тоже не пальцем деланы. Соберите весь инженерный состав нашего завода и сообщите. Либо мы в срочном порядке выкатываем достойного монстра, который сможет защитить нас и завод. Либо рисуют себе на лбу советские звезды и молятся, что советы их пощадят. Дом, милый дом. Спасибо, Рагер. Я перед тобой в долгу. Наконец-то мои парни вернулись. Рад вас видеть. И мы не с пустыми руками. Имени не знаем, но мы прозвали его пельменем. Уж больно он на него похож. Ну тогда чего же мы ждем? Пора начинать с фар дизельного двигателя и починку. Уж... Вот он, настоящий пельмень.